Дорогие друзья, ребята, их родители, сегодня я расскажу вам о том, что представляет собой биодеградация, какой смысл вкладывается в это мудреное слово. Мы знаем о том, что мир, в котором мы живем, охвачен экологическим кризисом, который во многом обусловлен накоплением в окружающей среде неприродных веществ, так называемых ксенобиотиков. Это слово происходит от греческих слов «ксенос» – «чуждый» и «биос» – «жизнь». То есть это вещества чуждые жизни, чуждые окружающей среде, образующиеся в результате деятельности человека, его химической промышленности. Но несмотря на свою чуждость, ксенобиотики зачастую обладают высокой биологической активностью, в частности, являются сильными ядами. Вот свалка – это, конечно, зрелище неприглядное, очень большая проблема в современности. Свалки поглощают под собой и города, и сельхозугодья. И, да, кстати, у меня же лазерная указка есть, вот, все могу показывать. Но свалка далеко не безжизненна, на ней обитает множество микроорганизмов, которые в процессе эволюции приобретают, точнее, способность усваивать неприродные вещества, в том числе и пластмассы, полимеры, которые являются основой вот этих вот свалок-полигонов. И вот этот метод переработки отходов химической промышленности при помощи микроорганизмов, он и называется биодеградацией. И в настоящее время этот метод уже широко используется на практике, практически на всех очистных сооружениях, на химических заводах есть стадии биологической очистки. Мы видим, какой широкий спектр веществ можно обезвредить этим путем. Это и нефтепродукты, и полимеры, красители, то есть практически все виды загрязнителей окружающей среды можно разлагать при помощи биодеградации. Но вот насколько совершенен микробный метаболизм, свидетельствует такой факт, но вот мы привыкли все живые организмы, все живые существа подразделять на высшие и низшие. Причем самих себя, естественно, возносим на вершину. Но что касается строения тела, строения головного мозга, это безусловно так. Но что касается биохимии, метаболических путей, то здесь микробы могут дать нам фору. Вот для примера рассмотрим биодеградацию ацетонитрила, органический растворитель, достаточно токсичное вещество. В организме человека и млекопитающих ацетонитрил окисляется ферментами-оксидазами до формальдегид-циангидрина и дальше распадается на синильную кислоту и формальдегид. Оба вещества очень ядовиты. Это так называемые летальные метаболиты, то есть вещества более токсичные, чем исходное вещество, которое попало в организм. То есть токсичность увеличивается, а вещества при попадании в организм. И вот как раз накоплением этих летальных метаболитов определяется токсичность самого ацетонитрила. А бактерии на кардии обезвреживают ацетонитрил другим путем. Они его гидролизуют сначала до ацетамида, затем до ацетата аммония, который для них практически безвреден и является источником биогенных элементов углерода и азота. Вот настолько биохимия микробов в совершении нашей с вами биохимии. Вот эта схема мне нравится своей подробностью. Все стадии биодеградации в ней хорошо прописаны. Атаразин – это типичный ксенобиотик, вещество, которое в природе не встречается. С 50-х годов прошлого века атаразин стал использоваться в качестве гербицида на полях, то есть средство для борьбы с сорняками. И за это время у почвенной микрофлоры сформировался целый кластер генов, ответственных за биодеградацию атаразина. Каждый ген кодирует уникальный фермент, который катализирует каждую реакцию биодеградации этого вещества. И в результате атаразин превращается в углекислый газ, аммиак и хлорид и он, то есть вещества, сравнительно дружественные в биосфере и утилизируемые живыми организмами. Вот здесь же на слайде показаны микрофотографии бактерий псевдомонат, которые занимаются биодеградацией атаразина. Вообще псевдомонос часто используется для целей биодеградации, потому что эти бактерии легко осваивают новые пищевые субстраты, новые источники пищи. Полиэтилен вынесен уже в заголовок лекции, кто же его съел. Полиэтилен – это вещество, которое с трудом подвергается биодеструкции. В почве изделия из полиэтилена сохраняются годами и даже десятилетиями. Что такое полиэтилен? Полиэтилен – это высший насыщенный углеводород, алкан, то есть цепочка из атомов углерода длиной сотни и даже тысячи атомов. По современным представлениям ферменты микробов могут атаковать молекулу полиэтилена только с конца, с середины не получается. Поэтому низкомолекулярный полиэтилен, разветвленный полиэтилен легче подвергается биологической деструкции, чем линейный и высокомолекулярный. И вот алкан окисляется до соответствующего спирта, затем до альдегида, жирной кислоты, и дальше образующаяся жирная кислота включается в метаболический путь, известный биохимикам как бета-окисление. То есть молекула нарезается на двоуглеродные фрагменты, остатки ацетата, уксусной кислоты, которые уже легко включаются в дальнейший метаболизм. Уксусная кислота – это фактически пищевой продукт. А в последнее время в полиэтилен стали добавлять специальные добавки, так называемые прооксиданты, вот, например, широко разрекламированная добавка D2W, которые на свету выступают в роли катализаторов, так называемые прооксиданты, рвут молекулы полиэтилена на куски и тем самым облегчают его биологическую деструкцию. Резина автомобильных покрышек – это тоже серьезный загрязнитель. Дело в том, что покрышки производятся в огромных количествах. После того, как они выработают свой ресурс, никто не знает, что из них делать. Вот такие страшные огромные свалки формируются из покрышек, некоторые из них даже видны из космоса. А что такое резина? Резина – это вулканизированный каучук, то есть каучук спекается с серой, образуются серные мостики между молекулами, такой трехмерный сшитый полимер, ни в чем не растворимый и очень устойчивый к любым воздействиям, в том числе и к биологическим. И вот я встретил патент, в котором предлагается резину покрышек измельчать в порошок и скармливать серным бактериям, которые окисляют серные мостики до сульфата. В результате каучук девулканизируется, его можно растворять, например, в бензине и делать на его основе герметики – автомобильные, строительные герметики. То есть благодаря биодеградации каучук получает вторую жизнь. Боевые отравляющие вещества – это, пожалуй, самый опасный вид загрязнения, потому что они изначально созданы быть токсичными. И обезвреживание химических арсеналов – это большая головная боль для всех, на чьей территории они находятся. Иприт – это, пожалуй, наиболее известное боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия, такие страшные язвы он оставляет на коже. Для иприта известен комплексный, такой многоступенчатый подход к обезвреживанию. То есть сначала вещество подвергается химическому гидролизу щелочами, при этом концевые атомы хлора замещаются на гидроксильные группы, образуется спирт-тиодигликоль, который тоже очень токсичен, но в гораздо меньшей степени, чем исходный иприт. А дальше специализированные штаммы бактерий. Штамм для микробов – это то же самое, что порода для животных и сорт для растений. То есть это совокупность близкородственных клеток, особей, обладающих общими свойствами. В течение лекции часто будет звучать это слово. Специфические штаммы бактерий обезвреживают тиодигликоль, уже полностью его минерализуют. И таким образом достигается полное обезвреживание иприта. А уже в начале нынешнего века коллектив авторов из Японии в своей статье описал прямое биодеградацию иприта без использования химического гидролиза при помощи грибов-трутовиков кориолюс. И это, безусловно, является удивительным примером возможности живых организмов, что даже такое вещество, как иприт, они могут обезвреживать напрямую без какой-либо предварительной обработки. Но вот другое боевое отравляющее вещество, более современное – это виекс. Многие из вас, наверное, смотрели фильм «Скала», блокбастер, в котором фигурирует ракета начиненная, виекс. Вот кадр из фильма показан. Это одно из самых токсичных веществ, созданных человеком. Смертельная доза составляет 70 микрограммов, микрограммов, даже не миллиграммов, на килограмм живого веса. То есть, каждый из вас, по крайней мере, родители знают или старшие ребята свой вес в килограммах и могут рассчитать смертельную дозу виекс. Она будет микроскопически маленькая. Но, как и все фосфорорганические яды, виекс является ингибитором фермента от стилхолиностеразы. Он блокирует передачу импульсов от нервной системы к мышцам. В результате наступает паралич и смерть от остановки дыхания. А у грибов нет нервной системы. Поэтому для них фосфорорганические яды намного менее опасны, чем для людей млекопитающих. И оказалось, что гриб вешенка не только очень полезный и вкусный, но еще и обезвреживает виекс. Здесь, наверное, плохо видно схему метаболического пути. В общем, виекс превращается в фосфат, сульфат, аммиак. То есть, практически безвредные для окружающей среды вещества. Инсектицид ДДТ долгое время был своего рода символом химической угрозы, химического загрязнения. Инсектицид – это значит средство от насекомых. Это вещество давно уже снято с производства. Но оно очень устойчивое, поэтому до сих пор присутствует в окружающей среде. И даже в организме пингвинов, которые живут в Антарктиде, очень далеко от сельхозугодий. Не слышно? Можно вопросы попутно задавать. Попутно. Ну, если есть вопросы, задавайте, а то к концу лекции можно задать. Ну, да, это большая проблема, что собирают отдельно пластиковую посуду, пластиковую тару, бутылки, а потом все равно это сваливают. В общую кучу. Ну, что можно сказать? Ну, наверное, мы еще не созрели до... То есть нам внедряют эту технологию, а ментально мы еще не готовы к этому. Вот, то есть должно пройти время, прежде чем вырастет наша культура, настолько, что мы будем уже соблюдать эти требования и подвергать пластиковую тару переработке. Ну, пластиковые бутылки, их делают не столько из полиэтилена, сколько такое мудреное слово полиэтилен-терифталат. То есть это другой вид пластиков. Его, кстати, тоже можно подвергать биодеградации, а можно эту посуду подвергать вторичному использованию. То есть повторно можно чистить и применять ее, или переплавлять во что-то. То есть... Ну, с переработкой полиэтилена у нас на сегодняшний день не очень хорошо, к сожалению. Ну, я думаю, что, наверное, полиэтилен производится в таких количествах, что на лежачий полицейский очень небольшая его часть уходит. Ну, вот. Поэтому... Грибы эти, бешенки, можно иметь? А... Вот об этом я чуть позже расскажу. Вот. То есть и... Существуют такие проекты, когда съедобные грибы выращивают на пластиках, но, правда, не на боевых отравляющих веществах. Вот. И об этом я чуть позже расскажу. Вот. Ну, что касается ДДТ, да, вещество устойчивое, вещество токсичное. До сих пор неизвестен микроорганизм, который мог бы в одиночку обезвреживать ДДТ. Но сообщество микроорганизмов, так называемая консорция, вполне может это делать. То есть одни штаммы бактерий перерабатывают ДДТ в хлоробензойную кислоту, другие уже раскрывают бензольный цикл и подвергают полному обезвреживанию это соединение. То есть в сообществе способность к биодеградации у микроорганизмов повышается по сравнению с чистыми культурами. Существует эмпирическое правило, согласно которому чем выше порядковый номер элемента, тем выше его токсичность. Из этого правила есть масса исключений, но в целом оно верно. И ртуть – это один из самых тяжелых элементов, у него порядковый номер 80, то есть он в конце периодической таблицы находится. И соединение ртути действительно очень токсичное. Ртуть – это редкий элемент, но в некоторых местах в земной коре она образует скопление. И у обитающих здесь бактерий выработался очень своеобразный способ защиты от отравления ртути. При помощи уникального фермента ртуть-2 редуктазы они восстанавливают соединение ртути, двухвалентную ртуть до металла. И металл значительно менее токсичен по сравнению с солями ртути. Таким образом они защищают себя от отравления. Мы знаем множество ферментов. Ферменты – это биологические катализаторы, как мы знаем, на основе белков. Мы знаем множество ферментов с самыми разнообразными функциями, катализирующие самые разнообразные реакции. Но, безусловно, фермент, который осуществляет металлургический процесс, а мы металл получаем при помощи фермента из соединений, он, безусловно, уникален. А, между прочим, существуют микроорганизмы, которые соль и золото могут восстанавливать до металла. Они уже применяются в золото добыче. И вообще получение металлов при помощи микроорганизмов из рут – это отдельная большая и интересная тема. Способность к биодеградации усиливается в результате направленной селекции. Капролоктам – это крупнотоннажный продукт химической промышленности. Его полимеризацией получают капрон. Все мы знаем капроновые ткани, очень прочные, очень стойкие. А биодеградацию капролоктама впервые описала Римма Павловна Наумова, которая долгие годы работала профессором на кафедре микробиологии здесь, в Казанском университете. И вот в своей кандидатской диссертации она писала следующее, что первый пересев устойчивых бактерий обезвреживал капролоктам в концентрации полграмма на литр за 4 недели, месяц. А четвертый пересев обезвреживал капролоктам в концентрации 2 грамма на литр, то есть в 4 раза больше за 1-2 дня. Настолько увеличивалась устойчивость бактерий к этому ксенобиотику. И в конечном итоге Римме Павловне удалось получить штамм бактерий, устойчивый к капролоктаму в концентрации 15 граммов на литр, и даже разлагающий полимерный капрон. То есть фактически ей удалось создать новую форму жизни, для которой капролоктам и капрон – это уже не ксенобиотик, а источник пищи, источник биогенных элементов. И этот факт, безусловно, очень интересен. Способность к биодеградации у микробов вырабатывается сравнительно легко. Вот такой интересный пример я приведу. Известен штамм бактерий псевдомона спутида CBB-5, который еще называют бактерией кофеман. Дело в том, что единственным источником пищи для этой бактерии является алкалоид кофеин, который содержится в чае и кофе. И очень интересная история этого штамма. Райан Саммерс в то время был старшекурсником университета Айова в США. Он работал над дипломным проектом. И из почвы на клумбе в студенческом городке, куда студенты сливали остатки кофе после обеда, он выделил культуру бактерий, которые стал выращивать в культуральной среде. И культуральная среда – это такой специальный бульон для выращивания микробов, которым есть все необходимое для их роста. То есть это фактически и пища, и окружающая среда для микроорганизмов. И он стал выращивать эти бактерии в культуральной среде, где единственным источником биогенных элементов углерода и азота был химически чистый кофеин. И в конечном итоге ему удалось получить штамм бактерий, который мог питаться исключительно кофеином. И кофеин был необходим для роста и жизнедеятельности этой бактерии. И всю дальнейшую научную карьеру Саммерс посвятил изучению этого штамма, опубликовал ряд статей, оформил ряд патентов, обнаружил у этой бактерии кофеиновый оперон. То есть последовательность, здесь он схематически изображен, последовательность генов, отвечающих за биодеградацию кофеина. Но самое интересное заключается в том, что штамм получил практическое применение. Во-первых, как биосенсор на кофеин, способный обнаруживать это вещество в очень низких концентрациях. И во-вторых, для получения кофе без кофеина. То есть кофе обрабатывают бактериями, они съедают весь кофеин, все остальное остается, и получается кофе без кофеина, который можно употреблять людям, которым по медицинским показаниям нельзя принимать кофеин. Эту историю я рассказал для того, чтобы показать вам, что... Да, вопрос есть. А здесь кофе без кофеина детям тоже может стоить? Ну, без кофеина, скажем так, детям более можно. То есть с кофеином вообще детям нельзя кофе употреблять. Без кофеина, в принципе, можно никаких других вредных компонентов в кофе, кроме кофеина, нет, которые могут повредить здоровью. Ну, хотя в чае кофеин тоже содержится, хотя чай мы пьем более разбавленный, там концентрация кофеина низкой, поэтому даже дети чай пьют спокойно. Вот, хотя в чае кофеин тоже есть. Ну, в первую очередь кофе без кофеина пьют люди пожилого возраста, у которых есть проблемы с давлением, с сердцем, вот, потому что на сердце, в первую очередь, кофеин влияет. Ну, согласен, они могут что-то выделять. Ну, если есть сообщение, что применяются, может быть, выдают желаемое за действительное, может быть, это только в патенте указано, что применяется, может быть, и на самом деле. Ну, вот я смотрю здесь вот на этот кофеиновый оперон. Кофеин, тут вроде бы кофеин превращается в ксантин. Дальше мочевую кислоту. Ксантин, ксантин. Ну, скажем так, поверим авторам на слово. Если они утверждают, что можно использовать, значит, можно. Вот, но в любом случае, любая технология, там, американская или какая-то другая, она должна, если мы хотим ее внедрять у себя, подвергаться проверкам. И если они выявят, что действительно бактерии выделяют что-то вредное, то, естественно, лучше не применять такую технологию. Вот, а вообще я знаю, что кофеин из кофе извлекают сверхкритическим углекислым газом. То есть можно и без всяких бактерий получать то же самое кофе без кофеина. Просто экстрагировать его, и потом этот кофеин использовать, например, в медицинских целях. Вот. Потому что одним людям кофеин нельзя, а другим, наоборот, он необходим. Вот. И, мне кажется, это на самом деле более эффективный метод, потому что он позволяет этот кофеин сохранить, использовать его для целей медицины. Вот. Ну, то есть применение бактерий – это только один из методов получения кофе без кофеина. Существуют и другие. И каким методом пользоваться – это, ну, скажем так, целый ряд показателей в пользу выбора того или иного метода. Вот. Но я эту историю рассказал для того, чтобы показать вам, что автором научного открытия может стать любой человек, если он четко поставил перед собой цель, к чему он стремится. Вот сам Мерс стремился получить бактерию, которая кушает кофеин, он ее получил. Вот. И человек начал работу с нуля и добился практического результата. И на самом деле это может сделать каждый из вас. Ну, вот, кстати, к вопросу про грибы, можно ли их кушать. Вот возник такой интересный проект выращивания грибов на пластиках, ну, правда, не на полиэтилене, а на полиуретанах. Всем нам известны поролоновые губки, они есть на каждой кухне, а поролон – это пенополиуретан, пластик, богатый азотом, а азот, в свою очередь, это биогенный элемент важный. И вот оказалось, что некоторые грибы-трутовики, та же самая вешенка, щелелистник обыкновенный растут не только на древесине, но и на полиуретане. Щелелистник – это съедобный гриб, не ядовитый. Вот в ряде стран, особенно в тропиках, он используется в пищу. И таким образом мы отход производства превращаем непосредственно в пищевой продукт и решаем сразу две проблемы. Проблема утилизации отходов, проблему защиты окружающей среды и проблему голода. Безусловно, проект очень интересный, хотя он еще не завершен, и никто не проверял, можно на самом деле есть эти грибы или нет. Но сама идея интересная. Вот эта схема очень хорошо демонстрирует совершенство метаболических путей микробов, но хотя она понятна только тем, кто проходил органическую химию. Мы знаем, что метиловый спирт, метанол, где-то он у нас здесь, да, это очень сильный яд. От 5 мл метанола человек слепнет, 30 мл – это смертельная доза. А почему он ядовит? Потому что в организме, в печени, метиловый спирт окисляется до формальдегида. Вот когда я в начале лекции рассказывал про ацетонитрил, я уже упоминал ретальные метаболиты, вещества более токсичные, чем исходное вещество, которое попало в организм. Вот формальдегид, он намного токсичнее исходного метилового спирта. Это биоцит, губительный для всех форм жизни. И водные растворы формальдегида, формалин, используют даже для сохранения биологических образцов. И они в формалине хранятся очень долго. Микроорганизмы метилотрофы, которые питаются одноуглеродными молекулами, в первую очередь метильными группами, это бактерии, дрожжи, способны обезвреживать формальдегид, образующийся, присоединяя его к биологическим молекулам, сахарам или аминокислотам. Вот с пятиуглеродным сахаром и рибулозой формальдегид дает фруктозу. А фруктоза – это пищевой продукт. Мы ее с удовольствием кушаем. То есть буквально в одну стадию токсичный биоцит превращается в пищевую молекулу. С аминокислотой глицином формальдегид образует аминокислоту серин, который входит в состав практически всех белков, является важным компонентом нашего организма. То есть опять-таки в одну стадию ядовитое вещество превращается в пищевую молекулу. Но это еще не все. Некоторые бактерии, способные синильную кислоту присоединять к серину. Все мы читаем детективные романы, смотрим детективные сериалы и знаем, что синильная кислота, цианиды часто используются, ну, не часто, к счастью, но используются в криминальных целях, потому что эти вещества очень ядовиты. Так вот, некоторые бактерии присоединяют синильную кислоту к серину, образуется аминокислота бета-циана-аланин, и дальше ферменты микроорганизмов и растений гидролизуют эту аминокислоту до аспарагина. А аспарагин, так же как и серин, входит в состав практически всех белков, является компонентом нашей пищи. Дальнейший гидролиз приводит к аспарагиновой кислоте, которая тоже входит в состав белков. То есть уже два токсичных биоцида у нас входят в состав пищевой молекулы. Вот настолько совершенен микробный метаболизм. Вот другой пример я приведу. Анилин – это крупнотоннажный продукт химической промышленности, из него производят лекарства, красители. Но анилин очень ядовит. И вот пурпурные бактерии научились обезвреживать анилин, они его карбоксилируют и превращают в аминобензойные кислоты. Одни пурпурные бактерии карбоксилируют анилин в ортоположении, получается ортоаминобензойная или антрониловая кислота, а она является предшественником аминокислоты трептофана, которая является незаменимой аминокислотой. Это очень ценный компонент нашего питания. Другие пурпурные бактерии карбоксилируют анилин в пароположении. Образуется парааминобензойная кислота, которая является предшественником фолиевой кислоты. Это витамин В9. При недостатке фолиевой кислоты у человека наблюдаются симптомы анемии. То есть еще один пример того, как токсичное вещество, подвергаясь воздействию микроорганизмов, может превращаться в безвредные, даже полезные для нас вещества. Ну, разумеется, такое совершенство метаболических путей микробов используется не только для обезвреживания веществ, но и для их трансформации. Вот я встретил интересную статью, в которой описана биодеградация углеводорода антрацена при помощи грибков аспергилиус фумигатус. Причем каждая стадия этого процесса является крупнотоннажным продуктом химической промышленности. Вот антрон и антрохенон – это основа органических красителей. Антрохеноновым красителем, ализарином красят одежду. Это оранжевые красители. Например, швы на джинсах красят. У вас вопрос? Вталевый ангидрид используется в органическом синтезе. Вот он. Эфиры вталевой кислоты используются как пластификаторы. Они входят в состав многих пластмасс. То есть на основе одного этого метаболического пути можно построить целый технологический цикл на химическом заводе. И в настоящее время все больше стираются грани между химией и биологией. То есть биотехнологические процессы все больше внедряются в органический синтез. Созданная человеком химия обогащает химию природную. В Южно-Китайском море произрастает водоросль галлимеда, из которой был выделен уникальный алкалоид, названный галлимедином по источнику. И это единственное на сегодняшний день природное соединение, которое содержит симметричный триозиновый цикл. И сразу же было подмечено структурное исходство галлимедина и гербицида цианазина. Фактически только атом хлора в положении 2 замещен на метоксильную группу, а в остальном это та же самая молекула. И возникло предположение, что галлимедин – это полуприродное вещество, продукт метаболизма цианазина. То есть в Китае поля обрабатывают цианазином, со стоками с полей он попадает в море, и здесь водоросли метаболизируют его вот в это соединение. И таких примеров можно привести немало, на самом деле. В настоящее время очень остро стоит проблема захоронения ядерных отходов. Это, пожалуй, самый опасный вид загрязнений на сегодняшний день. И вот обедненный уран, металл очень ядовитый, к тому же обладающий радиоактивностью. Он используется, тем не менее, как конструктивный элемент в технике. Из него делают, например, сердечники снарядов, то есть он в военных целях применяется. В состав танковой брони входят тоже. И рано или поздно обедненный уран попадает в окружающую среду. Вещество очень опасное. И вот оказалось, что некоторые грибы, такие как трюфель розоватый, изображенный здесь на фотографии, еще несколько видов грибов могут обезвреживать обедненный уран. Они его окисляют сначала до оксидов, а затем превращают вот в это вещество октогидрат гидрофосфата уронила. Соль, практически нерастворимая в воде, и в силу того, что она в воде нерастворима, она представляет минимальную угрозу для окружающей среды. То есть это вещество является уже готовым кандидатом на захоронение. То есть даже в захоронении ядерных отходов и то биодеградация может нам помочь. Ну, иногда при исследовании биодеградации бывают такие забавные, довольно-таки интересные случаи. Вот я встретил статью, которая называется антибиотика с ксенобиотика по-английски. Мы знаем, что цветы лютики, они очень милые на вид, но это растение ядовито, оно содержит целый коктейль ядовитых веществ, и среди них лактон-протоанимонин, который обладает нарывным действием, к тому же антимикробным. Почему, собственно, и названа антибиотика с ксенобиотика. И вот оказалось, что микроорганизмы, разлагающие хлоро-ароматические соединения, в качестве промежуточного продукта вырабатывают, вот я здесь не вижу, но где-то здесь все тот же протоанимонин. Вот он должен кружком быть обведен. Вот он, по-моему, здесь. Хотя пути биосинтеза, образования этого вещества в растении и у микроорганизмов совершенно разные, но вещество одно и то же. И более того, микробы и образовавшийся протоанимонин тоже подвергают биодеградации, хотя он и считается противомикробным веществом. То есть вот такие интересные случаи, когда даже природное вещество может образоваться в результате биодеградации, тоже бывают. Биодеградация – это эффективный метод. На заводе СК синтетический каучук у нас в Казани производят полисульфидный каучук Тиакол. И на факультете промышленной биотехнологии в Кнету КГТУ долгое время исследовали биодеградацию Тиакола. И оказалось, что при 28 градусах Цельсия – это летние температуры – Тиакол в сточных водах полностью разлагается за 18 дней. А в отсутствии микроорганизмов в стерильной среде за это же время разлагается только 3-5% Тиакола. То есть вот настолько присутствие живых микробов ускоряет этот процесс, увеличивает эффективность разложения неприродного вещества. У меня, кстати, как со временем-то? Время еще есть? Есть. Но биодеградация – это не только эффективный, но еще и очень тонкий метод. Валенсия – это один из старейших городов Европы. В ней очень много достопримечательностей. Одной из них является церковь Святого Иоанна, в которой находятся фрески 17 века. И вот велись реставрационные работы, после которых на поверхности этих шедевров остались следы клея и солевые разводы. И перед реставраторами стояла непростая задача. Нужно было счистить все лишнее, но при этом не повредить слой краски на поверхности фресок. И для этих целей было решено использовать биодеградацию. То есть специально для этих работ были созданы штаммы бактерий, которые съели весь клей, всю соль, но при этом не повредили поверхность, слой краски на поверхности этих картин. И сами реставраторы признаются, что другие методы не подошли бы, только биодеградации. Способность к биодеградации у микроорганизмов определяется, вероятно, тем, что многие вещества, которые мы традиционно считаем ксенобиотиками, на самом деле присутствуют в окружающей среде, хотя и в очень низких концентрациях. Известно, что органический растворитель дихлорэтан, ядовитый растворитель, в организме млекопитающих превращается в так называемые полуэприты. То есть в начале лекции я уже рассказывал про иприт, это ди-бета-хлорэтилсульфит, а полуэприты – это вещества, вот они красными стрелками здесь обведены на этой схеме. Это вещества, содержащие одну бета-хлорэтилсульфидную группу, и их токсичность очень сходна с токсичностью иприта, но примерно вдвое ниже. И выяснилось, что исходный 1,2-дихлорэтан тоже является природным веществом. Диатомовый водоросль Ницше-пилюцида, названный так в честь философа Фридриха Ницше, кстати, хотя с ее токсичностью это, наверное, никак не связано, продуцирует целый букет токсичных веществ, и среди них дихлорэтан. То есть, в природе есть метаболические пути, которые ведут и к дихлорэтану, и к полуэпритам. И таким образом, задолго до возникновения человеческой цивилизации, микробы уже были готовы к встрече с созданными человеком веществами. Более того, кислород, которым мы дышим, и без которого не можем существовать, 2,5 миллиарда лет тому назад тоже был ксенобиотиком. Вот мы видим график роста концентрации кислорода в атмосфере Земли до 2,5 миллиардов лет тому назад кислорода в атмосфере практически не было. Мы видим пейзаж архейской эры, видим, какая огромная Луна поднимается над горизонтом. В те времена Луна была ближе к Земле, поэтому она выглядит такой огромной. А на нашей планете обитали только анаэробные бактерии. Они и сейчас обитают, но в специфических местах, где нет кислорода, например, у нас в кишечнике. 2,5 миллиарда лет назад появились цианобактерии, сине-зеленые водоросли, которые освоили оксигенный фотосинтез и стали насыщать атмосферу кислородом. А кислород – это очень токсичный газ, на самом деле, один из сильнейших окислителей. И бактерии были вынуждены реагировать на его появление. Сначала появились аэротолерантные бактерии, устойчивые к кислороду. Потом они стали использовать кислород как акцептор электрона в своем метаболизме. И в конечном итоге жизнь настолько приспособилась к кислороду, что сегодня большинство живых существ не могут без него жить. Вот человек без доступа воздуха живет всего несколько минут. И можно предполагать, что со временем организмы будущего будут также нуждаться в веществах, которые мы считаем ксенобиотиками, как мы нуждаемся в кислороде. Можно много фантазировать на эту тему. Естественной средой обитания микроорганизмов, деструкторов являются отстойники сточных вод. Это такие пруды, в которых микроорганизмы контактируют с токсичными веществами. Здесь скапливаются сточные воды с предприятий. И у микробов вырабатываются адаптации к ксенобиотикам и вырабатывается способность к их биодеградации. А наиболее перспективные штаммы сохраняют в специализированных коллекциях. У нас в России крупнейшей такой коллекцией является ВКМ, Всероссийская коллекция микроорганизмов. Она находится в Академгородке Пущино, под Москвой. Существует еще ВКПМ, Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов. Есть коллекции поменьше. Они сохраняют культуры, ведут их в каталог. Каждому штамму выдается паспорт с описанием его свойств. Проводится защита интеллектуальной собственности, патентование и реализация заинтересованным сторонам. То есть биодеградация сегодня уже перестала быть чистой наукой. Это коммерция, на которой делаются хорошие деньги и это является показателем практической востребованности метода. Более того, эпоха патентования живых организмов началась именно с биодеградации. В 70-е годы был создан штамм бактерий, названный супербациллой. Это эффективный деструктор нефти и нефтепродуктов. Но можно долго спорить о том, является ли генная инженерия благом или злом. Это выходит за рамки нашей лекции. Но скажем только, что супербацилла стала самым первым запатентованным живым организмом. И новая эпоха патентования генмодифицированных организмов началась именно с биодеградации. А почему я прочитал лекцию на эту тему? Потому что я и сам занимаюсь биодеградацией. Объект исследования у нас очень интересный. Это белый фосфор. Вещество первого класса опасности, чрезвычайно токсичное, огнеопасное. Но несмотря на угрозу обращение с ним, белый фосфор является краеугольным камнем всей химии фосфора, потому что он легко превращается в целый ряд продуктов. Фосфорную кислоту из него получают, в том числе и фосфорные удобрения, красный фосфор, соответственно, спички, пиротехнику, а также лекарства, пестициды, химические реактивы. Несмотря на официальный запрет, белый фосфор продолжает использоваться в военных целях в качестве компонента зажигательного оружия. И поэтому риск попадания этого вещества в окружающую среду очень велик. Но в отличие от урана, про который я рассказывал раньше, у фосфора есть уникальные качества, будучи чрезвычайно опасным в виде простого вещества, в окисленном состоянии, в виде простого вещества это очень сильный яд, а в окисленном состоянии, в виде солей фосфорной кислоты, фосфор это биогенный элемент, необходимый всему живому. И нашей задачей являлось превратить опасную форму фосфора в полезную форму фосфора. И для этой цели мы предложили использовать биодеградацию. Вот эти черные аспергилы, грибы выглядят как обычная хлебная плесень, они действительно в близком родстве находятся, мы их специально не сеяли, то есть сам реактив белый фосфор оказался обсеменен спорами этого грибка, верхняя чашка петри это у нас полноценная среда с фосфатом, грибы в ней замечательно растут, левая чашка петри это среда вообще без источников фосфора, колонии остаются очень мелкими, то есть они живут за счет того фосфата, который был изначально накоплен в биомассе взятой для посева в посевном материале, но они явно испытывают жесткий дефицит биогенного элемента, а правая чашка петри это среда в которой в качестве единственного источника фосфора использовался белый фосфор, и мы видим, что колонии крупные, здоровые, никакого дефицита элементов они не испытывают биогенных, то есть гриб окислил белый фосфор до фосфата и включил состав своей биомассы, фактически он съел белый фосфор, и это настоящее научное открытие, потому что подобных результатов мы не встречали ни в литературных источниках, ни в патентных базах, более того, полное обезвреживание белого фосфора и продуктов его превращений происходит только в присутствии живого организма, вот мы приготовили среду, культуральную среду, в которой изначально единственным источником фосфора был белый фосфор, часть среды, опыт, мы засеяли грибом, часть контроль была оставлена стерильной, в остальном условии были совершенно одинаковые, вот через промежуток времени мы одновременно сняли спектры и в опыте мы наблюдаем только сигнал фосфата, то есть весь фосфор окисился до фосфата, самая безвредная форма этого элемента, а в контроле помимо сигналов фосфата мы наблюдаем еще сигналы восстановленных соединений фосфора, таких фосфит, которые обладают токсичностью, то есть за равный промежуток времени в присутствии микроорганизма у нас произошла полная деструкция, а в отсутствии так и остались токсичные вещества. фосфора. Вот настолько эффективным методом в данном случае оказалась биодеградация. Ну, я уже заканчиваю. В конце, в заключении я хочу показать вам вот такую забавную картинку, которую я скачал из интернета. Это шутливый шарш на тему биодеградации. Вообще известно, что если люди начинают шутить на какую-то тему, это означает, что данная тема играет в их жизни большую роль. Появление таких картинок свидетельствует о той роли, которая играет биодеградацией в нашей жизни, в жизни нашей цивилизации, и с каждым годом эта роль будет только возрастать. Ну, поскольку в рамках одной лекции невозможно рассказать обо всем, я предлагаю, если вам было интересно, ознакомиться с моими научно-популярными статьями. Я публикуюсь в журналах «Природа», «Наука и жизнь», «Биомолекула» – замечательный электронный научно-популярный журнал. Все эти статьи есть в открытом доступе, в интернете, и в них вы можете более подробно ознакомиться со всем тем, о чем я рассказывал вам сегодня. Надеюсь, что было интересно. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ «Беспечки и хорошим. » hur disappear». Продолжение следует...